Шалам! С вами Рафаэль Перский, посланник губайджеского арабского короля Машеяха. Мы находимся в неделе Давитора в Иран. Вы, конечно, слышали. Был такой великий хасид, раб Футерфас. Он прошел Сибирь, сидел в тюрьме и в конце концов он остался жив и приехал в Израиль. И был потом Машпия, то есть один из влиятель, тот, который был в Ешиве, в Любавельской Ешиве в Архабаде. Когда он уже был, 86 лет ему была, один из ребят рассказывал такую историю, что он с отцом пришли в Песах к ним домой, к Рафуторфасу. Он был там с женой. И Рафуторфас сидит во всем одежде, во всем после Сидора и смеется. И говорит, я хочу, я не могу встать. У него были проблемы с ногами. И после четырех бокалов вина крепкого он не мог стоять на ногах. Он говорит, я хочу в туалет. И, значит, эти два парня помогли ему подняться. И его жена говорит, смотри, вот видишь, ты выпил вина, тебе это вредно и все, и ты в таком состоянии. Нельзя, нельзя. Надо остерегаться. На что Рафуторфас посмотрел на ребят, сказал, я 80 лет смеюсь над миром. Я 80 лет над миром этим смеюсь. А сейчас, в 86 лет, я должен начать слушать этот мир. Есть в нашей Нединой Главе Туры. Рождается первый еврей. Первый еврей – это Ицхак. Ицхак, которому сделали бритмилу 8 дней, когда ему было, на 8-й день. И почему Авраам, отец, назвал его Ицхак? Ицхак от слова цхок – смех. То есть, евреи находятся выше мира. Мир – улам, на иврите улам – это как бы элем, скрытие. Да, то есть, этот мир скрывает от нас Всевышнего. И поэтому, когда еврей поднимается над этим миром, он смеется над этим миром. Да, понятно, что надо работать, что надо ходить, когда надо идти к врачу, надо идти к врачу. Но надо быть выше этого мира. И смеяться в какой-то мере над этим миром. Поэтому первый еврей – Ицхак, он отцхок, смех, смех. На самом деле, Ицхак был серьезный, очень серьезный человек. Ицхак написано, арабий говорит так, что в Гмаре написано, что во время Геулы мы будем называться Ицхака Кеатавину – ты наш отец. Это объясняется в Хасидуте. То есть, во время Геулы проявится Всевышний в полной мере. И он, значит, вот это вот проявление Всевышнего в полной мере. Когда мы будем видеть Всевышнего, то у нас будет трепет перед Всевышним. А Ицхак, он удостоился всю свою жизнь жить с этим чувством. То есть, трепет перед Всевышним и самоустранение перед Всевышним. То есть, Яков, наш протест, он сказал, что отношения между Всевышним и Ицхаком, его отцом, были, как называлось, пахат Ицхак, то есть страх Ицхака. То есть, как мы и говорили, то есть Ицхак, он видел Всевышнего, он этого чувствовал в каждую минуту своей жизни. И был полностью самоустранен перед ним. Откуда взялось вот это вот чувство именно у Ицхака, и Авраам, и Яков, они тоже, Ребе говорит, они тоже попробовали вкус будущего мира, будущего мира. То есть, времени Геулы. Именно почему в Ицхаке это в такой сильной мере проявилось, так написано в Зоре, написано в Зоре, что когда Авраам приносил к жертву Ицхака пархани шмато, то есть душа отделилась от тела, Ицхак как бы умер. И Всевышний вернул ему новую душу, новую душу, которая называлась Аль-Маде-Ати, Оля-Маба. То есть, по большому счёту, Ицхак прошёл Тхятамитим, воскрешение из мёртвых. И поэтому у него получалось, что последующая жизнь, это была жизнь в Геуле. То есть, Ицхак всю свою жизнь последующую чувствовал и жил в Геуле из-за этой души, которую он получил от Всевышнего. И дай Бог, чтобы мы, не проходя, как Рэби говорит, король Машех, не проходя то, что все говорят, так, мы должны умереть, не дай Бог, а потом воскреснуть, подняться из мёртвых, и тогда будет Гюла. Нет, Рэби говорит, что мы можем, что в душе нашей будут теле, и мы перейдём на следующий этап, на полное, окончательное освобождение. Именно так, как мы есть. И дай Бог, чтобы это было сейчас, в скором времени. Субтитры создавал DimaTorzok